МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Олег Васильевич. А я призываю телезрителей присоединиться к нашему разговору. Для этого достаточно набрать телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы Олегу Васильевичу. Олег Васильевич, давайте начнем по порядку. Подведем сначала итоги учебного года ушедшего. Много ли у нас медалистов, много ли стобальников? Да, вы знаете, этот сложный год с точки зрения обучения, образовательного процесса. Мы пережили период самоизоляции, мы пережили период дистанционного обучения. При этом достаточно многочисленные были, причем не столько от учеников, сколько от сердобольных родителей. Мы их понимали, ну, не жалобы. Родители просто первый раз так близко столкнулись с учебным процессом. О, какой объем информации, какой объем знаний должны освоить их детки. И должен вам сказать, что настолько успешным и качественным по результатам оказался год. У нас самое большое количество за последние 4 года медалистов. Это 408 ребят окончили с медалью. У нас самое большое количество стобальников. Это 43 ребёнка. И 31 учащийся закончил школу и со стобалами, и с медалью. При этом одна выпускница Горчаковского лицея, у неё по двум предметам 100 баллов. То есть вот с такими, в общем-то, знаковыми результатами мы закончили этот учебный год. Есть чем гордиться. Да, есть чем гордиться. Это, на самом деле, очень хороший и качественный показатель. Ну, насколько я помню, мы каждый год в лидерах и по количеству медалистов, и по количеству стобальников. То есть наша система образования достаточно сильная. Вот в чём сила нашей системы образования? Ну, помимо стараний учащихся детей, помимо поддержки со стороны родителей, которые смотрят, чтобы, в общем-то, их детки были успешными учениками, конечно же, огромную, большую роль имеет качество подготовки педагогического состава, преподавательского состава. И этому уделяется большое значение, большое внимание. То есть педагоги постоянно проходят переквалификацию, повышение своей квалификации. Проводятся различного рода диагностические мероприятия, которые оценивают и качество, и уровень знаний самих педагогов. Мы постоянно рекомендуем, а иногда в обязательном порядке отправляем в институт повышения квалификации, на курсы повышения квалификации наших педагогов. Но особо хочу отметить, что в этом году все педагоги системы образования Московской области, в том числе и Одинцовского городского округа, вовлечены в региональный диагностический проект под названием ПИЗа. Это международный проект, это международные обследования, которые выявляют как качество образования у учеников, так и уровень подготовки самих педагогов. Этот проект позволяет потом определить, насколько знания учащихся соответствуют практике жизни и насколько они удобоваримы в прикладном плане. В этом году у нас, причем это показатель, который будет оцениваться в Министерстве образования, правительство Московской области осенью, у нас порядка 500, больше 500 педагогов прошли обучение и подготовку в рамках этого международного стандарта. Были охвачены 47 школ, и при этом тестирование и подготовка продолжаются по сей день. В общем-то, нам открылась секрет своих 100 баллов. Елена из Барвихинской школы, у нее 100 баллов по литературе, и она, в общем-то, сказала, что готовиться к экзамену начала еще в 10 классе, целый год читала всю школьную программу, следующий год она тренировалась, писала сочинения, ну и, конечно же, помощь наставника. Без этого не обошлось. Но и мне кажется, что родители тоже, наверное, свою роль в этом сыграли. Родители, конечно, да. Мы всегда говорим, что процесс формирования, обучения, воспитания детей, это процесс двух отраслей, двух кланов, говорящих научным языком, а так это процесс и со стороны родителей, и со стороны школы. То есть это такой тандем, который дает в конечном итоге нам положительный результат. Ну а дистанционное обучение, слава богу, всех изблизило. Но обещают, что 1 сентября все-таки школьники вернутся в классы. Подготовка уже началась? Да, началась уже подготовка. Более того, учитывая, что был период самоизоляции, пандемии, и школы были у нас закрыты, проходило только дистанционное обучение, были педагоги. Мы в этом году провели, причем это в рамках закона, можно камерально, то есть по документам, можно очно проверять готовность образовательных учреждений. Поэтому в этом году мы возобновили очную проверку наших образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году. Проверяется это междведственная комиссия. В этом году это было 5 комиссий, примерно по 12 человек, которые в течение где-то 6 рабочих дней объезжали наше образовательное учреждение. Это школы и дошкольники. В состав комиссии входят представители управления образования, администрации Одинцовского городского округа ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних, комитеты по физкультуре и спорту, представители правоохранительного органа, территориальной безопасности. Так как весь спектр вопросов работы образовательного учреждения проверяется в ходе работы этих комиссий. Начиная от окомплектованности кадров, готовности учебного процесса, образовательного процесса, ну и заканчивая антитеррористической защищенностью, пожарной безопасностью и так далее. То есть все вопросы, которые входят в перечень работы и требований к работе образовательного учреждения проверяются. По результатам комиссии составляется акт, форма которого утверждена Министерством образования, высказывается замечание и дается определенный срок образовательному учреждению для исправления этих замечаний. Так вот на сегодняшний день у нас все образовательные учреждения готовы, за исключением двух. Это, вы знаете, Новгородковская школа, где идет капитальный ремонт, и Ершовская школа, где идет тоже ремонт к началу учебного года. Об этом мы с вами обязательно поговорим подробнее во второй части программы. А вот были ли какие-то особенности у работы этих комиссий в этом году в связи с пандемией коронавируса? Вы знаете, особенность только по соблюдению требований Роспотребнадзора, стандартов, то есть сотрудники в масках, дистанцию соблюдали. Но все остальное было в общем-то в штатном режиме. И, как правило, комиссии уже, повторюсь, у нас постоянно работают, это постоянно функционирующий орган. И все коллеги, все специалисты оперативно знают, что смотреть, какие документы. В общем-то, мы уложились и в срок, и без нарушений. Да, при этом у нас, так как проходят в этот же период, проходили лагеря в школах, в общеобразовательных учреждениях оздоровительные. То есть и работают... Родители с замиранием сердца следили за тем, каким же будет 1 сентября. Выяснили, будет очным, не дистанционным. А какие еще сюрпризы ждут? Наверняка же какие-то будут ограничения, какие-то нововведения. Вот что нас ждет в новом учебном году? Ну, наверняка температуру, как минимум, будут мерить. Ну, вы знаете, да. Во-первых, очное обучение. И это очное обучение начнется в формате действительно соблюдения нововведений. И эти нововведения нам рекомендованы требованиями Роспотребнадзора по предотвращению распространения вируса и соблюдения и нормализации эпидемиологической обстановки. Что это значит? Это масочный режим. Масочный режим для педагогов. Масочный режим и обязательные перчатки для работников пищеблоков. Масочный режим и обязательные перчатки для тех составов, которые занимаются уборкой помещений и так далее. Плюс, естественно, тот утренний фильтр, о котором мы говорили, и, в общем-то, который начался у нас с начала пандемии и ограничительных мер, он будет соблюден. То есть это утренний фильтр, замер температуры, это оборудование специальных помещений, куда будут определяться детки, если у них вдруг выявлены симптомы ОРВИ или вируса. Это взаимодействие с системой здравоохранения, поликлиники, больницы наши. Это зонирование, зонирование рекреаций. То есть уже ответственность администрации школы будет, чтобы классы, выходя на перемены, выходили в опершахтном порядке, чтобы каждый класс имел свою зону, которая будет определена. То есть нагрузка достаточно ложится на администрацию школы для того, чтобы минимизировать пересечение больших групп детей. Плюс к нововведениям относятся, что за каждым классом, невзирая от параллели, будет определен постоянный класс. То есть чтобы они как можно меньше... Не подходить. Да, чтобы они как можно перемещались. Конечно же, они постоянно сидим сидеть не будут, но выходы в рекреации и так называемые разминки будут строго регламентированы. Но сделано будет максимально так, чтобы не пересекались потоки, а уж тем более разновозрастные потоки детей не пересекались. Но тут, наверное, еще важно, чтобы родители провели свою работу с детьми, объяснили, почему сейчас вот это все надо потерпеть. Ну, уже, к сожалению, да, но тем не менее, к счастью, чтобы не проходило распространение, уже и родители, и дети привыкли, и вы видите, и по всей стране, в общественном транспорте, в местах скопления предусматриваются, рекомендуются меры безопасности, профилактики. Но другое дело, что родители напомнить должны, с пониманием отнестись к этому, и, по крайней мере, напутствовать своих деток, что вы сейчас будете в новых условиях, и, пожалуйста, строго соблюдайте рекомендации педагогов, классных руководителей администрации, это да. То есть определенные, ну, скажем так, стеснения больше даже для перемещений, для движений, для игры, особенно начальные школы, которые там привыкли бегать, прыгать, скучно играть. Вот здесь, конечно, будут некоторые ограничения, но они, опять же, не повлияют на качество образования, наоборот, будут, в общем-то, стимулировать дисциплине находиться всем потоком. Ну, вот сейчас такой, скорее, философский вопрос с Адамом, но мне кажется, он очень важный. Начнется учебный год, начнется снова общение в родительских чатах. Вот, как мама могу сказать, в конце прошлого учебного года, знаете, была популярная тема, с нового учебного года по 15 человек в классе, а вот куда остальные 15, например, денутся, никто не сообщал, и вообще ужас-ужас, никто ничего не успеет, учеба не получится, и что же делать? И наверняка такие истории появятся и в этом учебном году. Вот как научиться родителю фильтровать информацию, и, может быть, где искать информацию верную, которая будет соответствовать действительности? Ну, смотрите, мы мало того, что рекомендуем, да, мы обязываем, да, и есть в обязательных требованиях любого образовательного учреждения наличие сайта, да, то есть вся информация, и мы контролируем управлением образованием, через управление образованием контролируем, чтобы информация постоянно обновлялась, она была доступная, и она была легко восприимчива, легко читаема пользователям любого возраста, да, подготовленным, неподготовленным, это первое, то есть через сайты. А второе, конечно же, первоисточником является классный руководитель администрации школы. Да, мы также приветствуем создание чатов в век цифровых технологий, это и оперативность, это обмен информацией, фотографий и так далее, и так далее. Но при этом все-таки рекомендовали бы, тем более есть официальные чаты, есть неофициальные. Мы не можем, конечно, не запретить родителям собираться в группе, чаты создавать, но призываем к одному, все-таки получать выверенную информацию. Мы, как власть, администрация округа открыты, у нас всегда есть дни приема, как начинает замов, заканчивая руководителями управления, комитетов. Плюс, как я уже сказал, есть сайты, где можно получить обратную связь, в конце концов есть дни приемов в образовательных учреждениях, но даже если общение происходит, информация берется и в чатах, возьмите ее и перепроверьте. Перепроверьте у классного руководителя, перепроверьте у представителей родительских комитетов, управляющих советов, те органы, которые также созданы из родителей, но которые имеют доступ к первоисточнику, как мы говорим. Поэтому, чтобы не было по принципу страха глаза велики, да, лучше, в общем-то, пользоваться выверенной информацией. И ни в коем случае не бояться эту информацию уточнить, если есть такая необходимость. И уточнить и спросить, да, конечно, то есть, в общем-то, повторюсь, даже мы реагируем, стараемся моментально реагировать, если вдруг в каком-то учреждении информация замалчивается или дается неправдоподобное. К нам такие сигналы тоже напрямую поступают и на страницы Instagram, и на сайты, и администрации, и управления образованием, и управления социального развития. То есть, мы стараемся мониторить специальные сотрудники, есть выделенные, которые постоянно мониторят сети, если вдруг появляются какие-то кривотолки, чтобы дать достоверную и разъяснить информацию, дать достоверную информацию. Ну, сейчас я предлагаю перейти как раз к той теме, которую очень часто обсуждают в социальных сетях, это ремонт образовательных учреждений. Я так понимаю, что 1 сентября этого года наконец-то произойдет долгожданное событие. После ремонта должна открыться Новогородковская школа. Недавно ход работ там проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Внимание на экран. Родители учеников Новогородковской школы бьют тревогу в социальных сетях. По их словам, и в этом году, 1 сентября, дети пойдут не в родное образовательное учреждение. Причина беспокойства – окна, которые привезли на объект позже установленного срока. Вопрос только в окнах был, да? Окна сами пришли чуть позже? Да, только в окнах. Из-за того, что окна не были допоставлены, некоторой внутренней работы не было смысла, и поэтому количество и работников было меньше. И это тоже вызвало опасения в общественности, вот, и у нас, как у заказчика. Подрядчик утверждает, все работы идут по графику, а некоторые даже с опережением. На объекте трудится больше 140 человек. Стадия готовности – порядка 90%. Действительно был сбой поставки на 2-3 дня, но уже все темпы опять восстановлены, все уже стоит на месте, поэтому никаких на сегодняшний день опасений о том, что школа не будет введена в тот срок, о котором мы говорим, этих опасений нет. От старой школы здесь, пожалуй, остались только стены, да и те укрепили. Готовность третьего этажа строители оценивают как высокую и обещают покинуть его уже со дня на день. Работа на втором завершаться 15 августа. На первом – 20. Все делается так, по последним требованиям санфина, приточной вытяжной вентиляции, то есть все требования санфина. Вопрос еще возникал по мебели. Андрей Возникал по мебели. Исполнить ваше поручение предусмотрено деньги в бюджете одинакового городского округа, и вся мебель будет здесь доступна новая. Параллельно с внутренней отделкой благоустройства территории, 1 сентября порог обновленной новогородковской школы перешагнут более 400 учеников при проектной мощности свыше 600. А значит, грызть гранит науки им предстоит в более чем комфортных условиях без второй смены. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». И мы плавно переходим к обсуждению ремонта в образовательных учреждениях Одинцовского округа. Свои вопросы гостю в студии вы можете задать по телефону прямого эфира 8495 508 86 84. Олег Васильевич, мне кажется, я не ошибусь, если школу в Новом Городке назову многострадальной, потому что она вроде бы относительно новая, кажется, 80-е годы, но при этом была признана аварийной. Можете рассказать историю этого образовательного учреждения? Почему так долго там идут работы? Действительно многострадальная. Многострадальная и с точки самого процесса строительных работ, и с точки зрения, в первую очередь, конечно, ожиданий наших жителей, родителей, потому что, к сожалению, детям приходится ощущать неудобства, их испытывать, то есть это обучение в других школах. Нам пришлось это делать, то есть осуществляется подвоз детей, но мы на эти меры и пошли, не просто так, а проработав все варианты, все вопросы, а главное, проведя инструментальное обследование школы. Предыстория. Это школа военного городка, вы все знаете. Строилась достаточно давно военными строителями, потом, когда был процесс передачи имущества военных городков в муниципалитет, мы начали потихоньку проводить небольшими затратными силами, я сказал так, в первую очередь, аварийные работы в этой школе. Хотел бы отметить, что ремонтные работы в школе не проводились никогда, со днями постройки. Почему понемногу потихоньку, да, первые шаги, первые, в общем-то, финансовые вложения в школу были, потому что в первую очередь делали вещи, которые требуют не безотлагательного ремонта, как-то кровля, как-то системы инженерные. И когда начались первые ремонты в школе, наши структуры, как-то технадзор в лице хозяйственной эксплуатационной службы Одинцовского городского округа, подрядчики, которые были определены по результатам конкурсных процедур, стали подавать нам сигналы о том, что есть конструктивные изменения в школе, что с точки зрения профессиональной конструкции строительной в школе есть какие-то серьезные неполадки, и для их определения нужно наиболее тщательное обследование. Это так называемое инструментальное обследование, это специализированные организации, которые могут это проводить, организации, которые имеют лицензии. И действительно, после начала первых ремонтных работ в этой школе было принято решение провести конкурсную процедуру по определению поставщика услуги на проведение инструментального обследования. Так вот, результаты инструментального обследования нам показали, что школа находится в аварийном состоянии. И она по требованиям госстроя, госадом технодзора и экспертизы не может быть использована вообще для какого-то процесса, а тем более для нахождения там детей. И нам, конечно же, тяжело давалось объяснить жителям, родителям, что с виду школа абсолютно нормальная, да, то есть она ходит ей за 20 лет, но внешне выглядит она как вполне благополучная школа. Вот, и мы разъясняли, мы показывали результаты этого обследования. Потом по результатам обследования был составлен объем работ, составлен локальные сметные расчеты, и эти сметы проходили государственный орган МОСОБЛЭкспертизу, где выверялись как вида работ, как необходимость проведения этих работ, так и стоимость. И тот первоначальный объем работ, который был определён и отыгран по ремонту этой школы, после прохождения экспертизы, нас поправили, провели дополнительное дообследование, и почти в три раза увеличился необходимый объем работ, соответственно, увеличилось и финансирование. Вы знаете, это закон, бюджетный кодекс, бюджет составляется на год, плюс федеральный закон 44-й предусматривает проведение конкурсных процедур. Поэтому мы не можем, как коммерческие организации, говоря простым языком, начали делать ремонт, увидели, что что-то отвалилось, добавили денег и продолжили. Здесь всё нужно соблюсти в правовом поле. Поэтому сначала был один этап на проведение ремонтных работ, и два контракта отыграны. А потом уже самый большой, самый финальный объем работ был отыгран, проведены конкурсные процедуры, и вот сейчас мы идём к завершающей фазе ремонта. Как вы правильно сказали, многострадального, но тем не менее, в общем-то, то, о чём Андрей Робертович говорил на встречах с жителями, с родителями, что мы в сентябре эту школу откроем, и в конечном итоге, то есть порой нам некоторые и не верили, что вообще, в принципе, ремонт будет проведён. Ремонт идёт к завершению, и при прочих равных условиях, пока всё в графике, он будет завершён к сентябрю. То есть вот те крики, которые недавно раздавались в соцсетях, это просто родители волнуются, переживают? Волнуются, переживают, да. То есть, более того, поручение и пожелание, и подход главы округа Андреевич Иванова таков, что максимально, насколько это позволяет закон, публичить, максимально показывать общественности то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся. Хотя это, опять же, некоторые сложности, всё-таки это стройка, да, это жизнь, здоровье, безопасность рабочих, сотрудников, а здесь, в общем-то, гражданские люди, это родительская общественность, это депутаты. Но, тем не менее, мы... Я так понимаю, что они активно участвуют, да? Они активно участвуют, мы выбрали определённый формат взаимодействия, создана рабочая группа, создана группа в рамках депутатской комиссии, и определён график при сопровождении специалистов технадзора, чтобы, в общем-то, соблюсти меры безопасности, охраны жизни и здоровья. Родители, депутаты приходят, да, и смотрят. И были некоторые в сетях, вы правильно говорите, волнения, потому что мы абсолютно открыто предоставляем графики выполнения работ. И вот то, что и в репортаже было, было небольшое смещение по окнам, достаточно такая ёмкая позиция, буквально 4 дня. Но уже заметили. Заметили, сурильзиад, видите, неповерхностно подходит. Да, ну тут не то, что даже поверхностно. То есть мы абсолютно опубличили и представили для общественности графики выполнения работ. Вот ту документацию, с которой, в общем-то, работают подрядчики, строители и заказчики. То есть мы её открыто даём, показываем. И, в общем-то, её можно сверять хоть каждый день, хоть каждую неделю. Да, заметили, забили в колокола, мы объяснили, что, в общем-то, повода для беспокойства нет. И, в общем-то, подрядчик нагнал темпы. Поэтому, повторюсь, мы очень надеемся, при прочих условиях, что мы в сентябре школу откроем. Рядом со школой в Новом Городке есть клуб «Искатель». Там тоже кипят строительные работы. И я предлагаю посмотреть, с чего всё начиналось. Не умолкает шум строительной техники и в соседнем со школой здании. Оно было построено в 60-х годах. Долгое время здесь располагался клуб «Искатель». А до конца года должен открыться детский сад на 120 мест. Этого достаточно для того количества людей, которые здесь проживают. Ну и, соответственно, школа тоже у нас большая. Здесь будет ещё профицит, так называемый, мест для детей из соседних деревень, населённых комнат. По контракту детский сад в Новом Городке должен быть сдан 30 декабря. Но глава городского округа Андрей Иванов поставил перед строителями задачу завершить все работы как можно раньше. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема» 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свой вопрос. Сегодня мы говорим о ремонте образовательных учреждений в Одинцовском округе. Сейчас мы посмотрели на клуб «Искатель». Там будет детский сад уже совсем скоро. Всё ли идёт по графику? Да, детский сад долгожданный. Я бы не говорил многострадальный, но очень долгожданный. Мы, когда разрабатывали проект, когда планировали, когда Андрей Иванович принял решение, что детского сада нет нового, строить нужны и земля, нужно прохождение достаточно длительных разрешительных процедур, было принято решение существующий клуб переделать, реконструировать в детский сад. Так вот, когда мы занимались этим проектом, встречались с жителями, знаете, подходили жители, которые говорили, мы дочку 30 лет назад водили в старый садик, там 4 года было. Сейчас у меня внучки говорят 4 года. И она туда же ходит. Когда же наконец, то есть, вы знаете, вот эти вот чаяния жителей, да, конечно же, серьёзный импульс и решение было принято, когда Андрей Юрьевич Воробьёв приезжал и встречался с жителями в новом городке. И тогда, в общем-то, было принято решение, то есть, предпринимать меры, найти выход для открытия, создания нового сада в городке. Школы есть, да, которые требуют ремонта, а с детского сада они располагаются там в квартирах на первом этаже. Детского сада не было по определению. И вот, повторюсь, глава округа принял такое мудрое решение, и мы к концу года действительно будем иметь новый, полноценный, современный сад с благоустроенной территорией, с прогулочными верандами, в шаговой доступности, да, там на 120 мест проектной мощности, но современные планировки, тем более этого сада, где большой был спортзал, позволяют нам, в общем-то, даже уплотнение небольшое сделать. И востребованность колоссальная, я повторюсь, то есть, детского сада не было. И графики, пока строители в графике, да, из-за того, что, в общем-то, сооружение старое, как всегда, в ремонте вскрываются какие-то нюансы, но мы их оперативно решаем, допроектируем какие-то узлы и строительные моменты, ну, как, там, допустим, дополнительное усиление фундамента. Или перекрытие. То есть, пока опасений, и, надеюсь, их не будет и в дальнейшем, нет для того, чтобы мы не уложимся в срок. То есть, к концу года детский садик в новом городке, может быть, уже торжественно открытые малыши уже могут занять свои места. Одинцово тоже не исключение, здесь тоже происходят изменения в сфере образования. Все мы так или иначе это здание называем, те, кто давно живет в Одинцово, 15-й школой. Потом там размещалось управление образованием, ЕДДС, теперь это снова школа. Вот поможет это, например, в 12-й школе решить проблему второй смены? Абсолютно право про 15-ю школу. Мы когда поднимали документацию, справки, БТИ и так далее, да, то есть она во многих нормативных документах даже старых числится, как 15-й школы. И, как говорится, сам Бог велел вернуть ее... Раз никак не открепляется на здание. Прямое назначение, прямое предназначение этого здания, чтобы была школа. Тем более, да, мы все с вами знаем, колоссальная нагрузка идет на образовательное учреждение Одинцово, города Одинцово, где-то учреждение вторая смена, то есть классы переполнены. И, конечно же, да, плюс добавлю, пока не построится школа в гусарской балладе, очень много ребятишек, очень много учащихся едут из гусарки в Одинцово. И они как раз распределяются там 12-я школа, 13-я, 9-я, 11-я. Поэтому, конечно же, получив достаточно в короткий срок полноценное здание, то есть эта школа будет на 750 мест, которые требуют, да, ремонта, каких-то перепланировок, но уже с использованием современных материалов, с использованием, то есть она будет полностью укомплектована новой мебелью, там, современной, в соответствии с требованием, там, современных приказов. Вышел новый в этом году 456 приказ, который определяет комплектование, который определяет назначение оборудования в школах. То есть это будет здание школы, полностью укомплектованное по современным требованиям и современным ремонтам. Она не только разгрузит 12-ю школу, нам принято решение для того, чтобы оптимизировать управление образовательным учреждением. Это будет второе здание той же 12-й школы. В дальнейшем по поручению главы округа Андрея Робертовича Иванова мы планируем создание кластера спортивного, который будет размещаться и нам позволит, мы сможем его разместить, уже учитывая территорию и существующего здания, как вы сказали, 15-й, но все-таки будет 12-я школа, и то, где есть спортивный стадион, но он не оборудованный, старый 12-й школа. То есть это будет такой комплекс из двух зданий с современным спортивным ядром. Но спортивное ядро и стадион это все-таки история будущего, там 2021-2022 годов, а в этом году, в этом здании до конца года будут завершены ремонтные работы, будет проведено укомплектование, и в конце года дети смогут пойти в школы, и мы сможем разгрузить и 12-ю школу, и 13-ю. 750 мест, 750 детишек смогут там учиться. А вот кадровый вопрос, удастся решить в такие короткие сроки? Да, удастся. Более того, подготовительная работа с Валентиной Викторовной Хвольной, директором 12-й школы, уже сейчас идет. Она уже сейчас в тесном контакте и с победителем по конкурсу строительства, и с проектной организацией по размещению каких классов, параллелей, какие дети, какое назначение кабинетов тех или иных будет в этой школе, и, соответственно, какие педагоги ей дополнительно еще понадобятся. То есть юридические объединения в одно образовательное учреждение позволят ей использовать своих учеников, педагогов. Не надо будет их искать дополнительно, то есть они могут там проводить занятия, переходя из одного здания в другой. То есть это своего рода позволит снизить нагрузку на подбор кадров, если бы это было отдельное образовательное учреждение. Она нам по секрету сказала, что когда-то она сама в это здание школы пошла второкласснице учиться, поэтому она там все хорошо знает, и можно не волноваться. То есть это для нее дом родной, и поэтому, в общем-то, она когда узнала, что все службы, которые там находились, это и управление образованием, и службы ИДДС-112, и централизованная бухгалтерия, что все эти службы освободят и передадут школе, передадут детям, конечно, она очень обрадовалась. Ну и мы знаем, что и родители, и жители, в общем-то, восприняли позитивно это решение. То есть службам, аппарату административному, скажем так, можно другие условия подобрать, там где-то стесненные, где-то, может быть, не очень удобные. Взрослые могут потерпеть. Да, взрослые могут потерпеть. Но, как говорится, все лучшее детям это воистину тот сейчас момент, тот случай, когда школа обретет, повторюсь, свое непосредственное целевое предназначение. И есть у нас еще один объект в Одинцовском округе, о нем мы с вами немножко уже поговорили. Это школа в Ершово. Там тоже примерно в середине июля начались ремонтные работы. Подробности в нашем материале. Строительные работы в Ершовской школе идут уже почти неделю. На объекте трудятся 15 человек. Армию рабочих будут увеличивать ежедневно, чтобы уложиться в сроки. А они довольно сжатые, всего два месяца. Ведутся работы по демонтажу внутренние. Это полы, стены, старые покрытия убираем. Также начали благоустройство, тоже демонтаж. И кровельные работы, только демонтаж. Родительская общественность забила тревогу несколько лет назад. Здание средней школы требует ремонта. Выездная инспекция главы показала, преображение должно быть капитальным. Разработали проект, прошли экспертизу. На работы выделили более 100 миллионов рублей. Капитальный ремонт в Ершовской школе в этом году будет произведен до 15 сентября. Согласно муниципальному контракту. Здесь постоянно будет находиться наш технический заказчик, муниципальное предприятие, хозяйственная эксплуатационная служба. Мы будем контролировать и качество, и сроки выполнения. Соглашение с четким обозначением сроков проведения работ глава Одинцовского округа Андрей Иванов и представитель подрядчика подписали на объекте 15 июля. Надеюсь, что у вас это будет. По плану, уроки в Ершовской школе начнутся с середины сентября. Как и где первые две недели учебного года будут заниматься школьники, предстоит решить совместно с родителями. Будут заменены и кровля, и двери, и окна, и все коммуникации. И будет благоустроена территория. Фасад появится вентилированный. То есть значительные работы. Безусловно, за два месяца их сделать сложно. Поэтому мы сместились на 15 сентября. Но ради того, чтобы получить такой объект в итоге, я думаю, что и родители пойдут нам навстречу. На этом перемены в Ершовской школе не закончатся. В этом году начнутся работы по проектированию пристройки к зданию, которая позволит разгрузить переполненное образовательное учреждение. Олег Васильевич, что сейчас происходит в здании Ершовской школы? Насколько рабочие продвинулись, скажем так, и удастся ли в срок все сделать, как планировалось? В репортаже было отмечено, что 8 дней, где-то 15 рабочих. Это действительно было самое начало, когда подрядчик приступил к выполнению работ. Сейчас, конечно же, это небо и земля. И буквально глава округа на прошлой неделе провел очередной рабочий визит с целью контроля за ходом выполнения работ. Хочу вам доложить, что рабочие в графике, подрядчик в графике выполнения работ. Сейчас там постоянно, практически перманент от 80 до 100 рабочих работает. То есть вот так в несколько раз увеличивается? Да, в несколько раз, да. Потому что, ну, насколько можно запараллелить все работы, насколько это сделано. Причем работы ведутся в нескольких смен для того, чтобы мы выдержали взятые на себя и обязательства, ну и главное обязательства в рамках контракта. Да, действительно тяжело, да, действительно сложно. И технадзор, и техзаказчик, и заказчик в лице управления образования, представители постоянно приезжают. Я с рабочими визитами выезжаю совместно с технадзором, потому что объект сложный оказался, да. Он работоспособный, он не признан аварийным. Хотя мы также проводили там инструментальное обследование, как я вам говорил, про Новгородковскую школу. Специализированный институт там с 20-летним стажем, бывший военно-исследовательский институт по строительному контролю, дал свое заключение, что школа Ершовская работоспособная, но требует ремонта, начиная ремонта от гидроизоляции фундаментов, перекрытия кровли, замены инженерных сетей. Ну и, в общем-то, даже с учетом того, что были результаты обследования, технадзор управления, технадзор в лице хозяйственной институтной службы Одинского городского округа периодически мониторил техническое состояние школы и проводились там какие-то мелкие ремонты. Но вот крупномасштабные ремонты, серьезные, никогда в школе не проводились. Никогда. Школы действительно старые. И когда начался период работ, вскрылись дополнительные работы, дополнительные мероприятия. Насколько сложные, насколько серьезные? Ну, они достаточно серьезные с точки зрения необходимости. Ну, например, как-то должно быть обязательно заземление всего электроснабжения, ну, технические такие же моменты по всей школе. Этого не было сделано. Это было грубейшее нарушение при строительстве школы. Что вот это сделать, это вырывается ров вокруг всей школы, и происходит профессиональное заземление. Тут один из моментов технических, может быть, там, сложный для понимания, да, то есть это не громотвод, который мы привыкли видеть там где-то на дачных участках. И таких моментов инженерные сети. И инженерные сети меняются все. То есть полностью это горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. По электроснабжению те нормативы, те тех условия, которые были предусмотрены при строительстве школы, они в современных условиях уже не выдерживают критики, и их нужно делать с запасом. То есть будет переоборудоваться пищеблок. Когда, допустим, делали демонтажные работы на крыше, да, то есть диву даешься, то есть это не кровля с соблюдением даже, пусть там 30-летней давности технологий, а какие-то там в древние дремучие времена делались ремонт, такое ощущение, что просто все свалило, закатывалось на крыше. То есть вот таких вот моментов очень много. Но тем не менее они решаемы. Совместно с технодзором подрядчик их оперативно выявляет. Где-то, если необходимо допроектировать или пройти, получить заключение, это все делается. То есть мы, повторюсь, идем в графики. И те методы и строительство, те технологии, которые там применяются, это достаточно современные оперативные и быстрые технологии. Ну, к примеру, да, там все здание практически изнутри и снаружи пройдено пескоструем. Это позволяет удалить и старые строительные наложения, как то, штукатурка, так и биологические, то, о чем родители переживали, там что грибок, что нет вентиляции. То есть биологические какие-то отложения в виде там плесни и так далее. Применяются специальные растворы. То есть, повторюсь, мы привлекаем даже в ходе выполнения работ специализированные там лаборатории и бригады, которые дали заключение, что да, никаких там ни грибков, ни плесени, ничего этого нету. В общем-то, соответствует всем требованиям Роспотребнадзора проведения строительных ремонтных работ. Вот последний вопрос не могу не задать. У нас, правда, очень мало времени. Вот две недели, к 15 сентября, где будут учиться ученики Ершов? Действительно, вопрос сложный. Не хочу забегать вперед, но мы, подрядчика, буквально сегодня в управлении образования, было совещание технадзора, подрядчика, на котором убедительно просили, даже где-то требовали подрядчика тот существующий в рамках контракта график выполнения работ еще более сжать. То есть, пойти на какие-то меры увеличения людей, применение дорогостоящих, допустим, материалов, как то, допустим, заливка полов, да, требует определенного срока технологического строительства. Но чтобы применяли дорогостоящие материалы, специальные средства, чтобы, не нарушая, повторюсь, не нарушая норм и требований госстроенадзора, сжать сроки. Плюс увеличение темпов за счет привлечения дополнительной живой рабочей силы. То есть, подрядчик нас услышал, но хотел бы отметить все-таки, вот эти вот дополнительные работы, ну, к примеру, вентиляция, да, вот по всему зданию, и родители тоже об этом переживали, мы рассчитывали использовать существующую вентиляцию. Но когда все вскрыли, когда провели экспресс-обследование, то пришли к выводу, что для того, чтобы полноценное было образовательное учреждение по современным требованиям, всю вентиляцию надо менять, всю менять, по всему зданию. И вот таких вот моментов много. Но, тем не менее, подрядчик нас услышал, и я думаю, все-таки эти 15 дней мы там на какое-то время сократим. Но даже если этого не произойдет, где-то в 20-х числах августа Управление образования выйдет к родительской общественности с предложением по организации учебного процесса. И уже все будет обсуждено. Спасибо большое, Олег Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok